МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот выпуск программы «Спецкор» посвящается талантливому человеку, мастеру боевых искусств, основателю и президенту Академии рукопашного боя «Рось» Владимиру Геннадьевичу Шарину. Когда 16 августа 1952 года в Алма-Ате родился мальчик Володя Шарин, никто не мог предсказать, что этот человек внесет огромный вклад в развитие боевых искусств в далекой от Казахстана Тверской земле. Но начинало все с такой советской классики, как самбо. Владимир Геннадьевич начал заниматься самбо в 1967 году у своего первого учителя, Принцева Василия Михайловича. Это мастер с большой буквы, мастер спорта по самбо и дзюдо. Он обзанимался с 1967 года по 1980 год. Очень много наград у него за выступления. Он выполнил в свое время мастера спорта по самбо. За разные команды он выступал и «Динамо», и «Спартак». Соревнования были и региональные, и областные, разные соревнования. Однако затем ему захотелось освоить чего-то новое. А на дворе был 1980 год, и повсюду звучало такое модное слово, как карате. И Владимир Шарин решил постичь это одно из самых известных боевых искусств мира. Он сам искал учителей, он очень хотел заниматься, продвигаться вперед. И вот он очень долго посещал тренировку своего второго учителя, Медельникова Сергея Владимировича. Но изначально как зритель, и только с течением времени ему было позволено заниматься у него как у первого аттестованного тренера. Вы знаете, мне тоже неоднократно приходилось видеть его тренировки и такую необычную технику, которую мне тоже удалось понять не сразу, а с течением какого-то времени. Интересная техника у Медельникова Сергея Владимировича. Ранее он преподавал стиль сцены моему мужу, когда он у него обучался с 1980 по 1983 год. Не каждому дано понять эту технику, она немного непредсказуема для простого человека. Объяснить сложно. И если у тебя нет учителя, который будет объяснять именно поэтапно всю эту технику, то простому человеку ее не понять. А учитель у Владимира Шарина был Сергей Владимирович Медельников. Незаурядная личность. Это тоже очень интересный разносторонний человек, обладает очень интересной, на мой взгляд, техникой. Ну, о нем тоже можно очень много говорить. Отзанимался он у него по стилю сцены, три года. Но между тем тучи над каратэ стремительно сгущались. Советская власть и без того с подозрением, относившаяся к восточному единоборству, зюдо-исключение, развернула масштабную пропагандистскую кампанию против искусства пустой руки. Так переводят слово каратэ. В вину ему, в частности, вменялся большой травматизм у тренирующихся. Хотя тут дело, скорее, в извечном советском дефиците. Причем не только средств защиты, но даже элементарного кимоно. Вот как вспоминает поиски этой непременной амуниции для каждого каратиста даже в конце 80-х годов ученик Владимира Шарина Роман Звездин. Магазин «Динамо». Вот здесь было за Волгой «Динамо». Я обыскался кимоно. Было очень сложно достать кимоно. И я вот и поехал туда. И я приехал где-то, знаете, минуты за три до закрытия. И вот, и все. И передо мной закрывают двери. А я знаю, что мне на тренировку, завтра на тренировку, и мне нужно обязательно кимоно. Вот я не знаю, какие я там слова говорил. Я как тетенек уговаривал. Да, они мне продали кимоно. Оно было такое простое. Тряпы же не как сейчас такие специальные кимоно, да. Но когда я делаю, я прямо, да. Вот, я. Очень сложно было все достать. Я даже дома одевал кимоно. Ну, как мальчишка, знаете, там, а-а-а-а занимался. Шили сами. Шили сами. Я вот сам сшил себе лапы. Какие-то, знаете, утяжелители на ноги мы там делали. Сейчас вот, да, вот если я так смотрю, да, там, сложно что-то достать. Там какая-то проблема. У нас не было проблем. Мы взяли и сами сшили. Просто посмотрели, как что-то. Я помню, вот нашел, вот я вот первую лапу, у меня были вот два куска резины. Внутрь забиты тряпки. Ну, вот я посмотрел, вроде плотненькая. Все. Блин, это классно. Она, кстати, до сих пор где-то у меня еще лежит дома. В 1984 году карате окончательно было запрещено. Преподавание этого боевого искусства, равно как и организованной тренировки, приравняли фактически к уголовному преступлению. Именно прямо закрывали школы и не давали заниматься. Приходилось искать залы и заниматься подпольно. И в 1983 году мой муж, Шарин Владимир Геннадьевич, учитель мой, пошел заниматься к своему третьему, учителю Амбарсумову Сергею Вазгеновичу. Насколько непросто это было заниматься, когда под запретами? Это, по сути, опасно было даже. Ну да, опасно. Люди искали самостоятельно залы, отшили себе униформу и занимались подпольно, да. То есть никто не бросил? Ну, те, кто хотел заниматься, не бросили, я так считаю. Это, ну, считается, что это истинные ученики, которые не подвели, можно сказать, своего учителя и пошли дальше с ним. Сергей Вазгенович Амбарсумов был из тех, кто не изменил своим убеждением и продолжил заниматься каратэ, в том числе и преподавая ученикам. Среди них был и Владимир Шарин. С Владимиром я познакомился где-то в начале 80-х годов, когда он пришел, я тогда тренировал. Тогда мы еще каратэ занимались, еще когда разрешено было, еще до закрытия каратэ. Вот он в то время пришел к нам в зал. И он-то раньше, он сам самбист, ну, наверное, вы знаете, у Василия Михайловича в принципе он тренировался, хороший результат у меня был. И, ну, тогда познакомились. И вот мы вместе шли очень долго. Ну, он человек очень организованный. У меня вот что, мало таких людей, которые всю жизнь свою, вот, полностью отдают своему делу. Однако просто заниматься каратэ Владимиру Шарину было мало. Тем более наступила перестройка. Японское боевое искусство, появившееся на Окинаве, получило амнистию. И тогда у Владимира Геннадьевича, который, напомним, был еще и мастером по самбо, появилась идея организовать школу рукопашного боя. Роман Звездин хорошо помнит тот день, когда узнал о ее существовании. В пересечении Локоламского проспекта с проспектом Победы висел очень огромный баннер. Академия рукопашного боя Рось. И там, я помню, еще был какой-то русский витязь, и он там чего-то там раскидывал. Монголы, татар, что-то такое. Вот, не знаю, меня это прям зацепило все. 13-14 лет мне было, да, вот я подошел к родителям, хочу. Что хорошо, это было рядом с моим домом, как бы это все было. Пришел на собрание общее. Вы знаете, тогда вот увидел первый раз Владимира Геннадьевича. Энергетика. У меня просто не осталось никаких сомнений, да, я буду здесь заниматься. Секции боевых искусств тогда, в конце 80-х, появлялись как грибы после дождя. Однако школа Рось стояла особняком, вспоминает Роман Звездин. Отмечая особую атмосферу, царившую во время тренировок, и не только. Он создал такую атмосферу, что мы там пацаны, там были пацаны и меньше меня, и младше меня, и мужики уже занимались. Но мы когда заходили в этот зал, все, мы семья. И вот эта общность, вот это, что мы друг за друга, старшие помогают младшим, уважение к старшим, помощь, защита младших женщин. Однако это не значит, что тренировки напоминали прогулку по набережной. Наоборот, вкалывать приходилось до седьмого пота. Елена Шарина, тоже пришедшая заниматься тогда, в 89-м году, на всю жизнь запомнила первое занятие. Очень сложно было, да, особенно разминка была очень сложная, так как приходилось делать до этого такие упражнения, которые никогда не делал человек. И было очень сложно. Потом на следующий день, конечно, все, тело побаливало. У нас силовая была очень сильная, у нас акробатика была сильная, фляки, сальто, рандаты. Мы все это выполняли. Мы отжимались по 150-200 раз за какие-то там провинности. Мы там стояли на колышках, руки, ноги дрожали, все, уже орали, кричали. Но вот это воспитало в нас что-то, какой-то стержень нам дало. Вот я просто говорю за всех. Я думаю, что я еще некоторое время общался, с кем я занимался. Ну да, стержень прямо, знаете, у всех стержень был. Воспитанники и коллеги Владимира Геннадьевича вспоминают тот особый подход, который он применял ко своим ученикам. Владимир Геннадьевич – это действительно наставник. Я его глубоко уважаю. И, знаете, с кем пообщаться, любые проблемы решаются. То есть, знаете, он был такой человек, у него прям энергетика, да, ты подходишь к нему, бах, все, что там, да. И ты думаешь, е-мое, даже все просто. Он находил какие-то слова, находил какие-то, помогал действия какие-то, и все становилось все понятно. Не натаскивал, как некоторые преподаватели, а именно обучал. Так как у него и у самого было педагогическое образование, и подход, соответственно, тот же. Другие люди, знаете, вкладывали раз-два, все, и удар. Он вкладывал смысл в этом. Не просто вот эти вот, то, что надо было проломить что-то, да, там, бросить кого-то, победить. Это было самосовершенствие. Это шло изнутри. И он рассказывал и вкладывал нам что-то большее. И я на эту основу уже накладывал уже свои какие-то другие образы, какие-то понятия. Возможно, да, это меня как-то, знаете, и выправило, и все-таки сделало более правильные какие-то решения мои жизненные были. Что именно благодаря вот Владимиру Геннадьевичу. Вот именно то, что он создал. Роман Звездин прекрасно помнит те тренировки, благодаря которым он навсегда преодолел многие свои комплексы. И вообще победил многие свои слабости. Человек стоит, и мы прыжок в высоту. Все, прыгали. Вот человек стоит, полный рост, припрыгивали, все, хорошо. И потом Владимир Геннадьевич выходит, и нам резиновый нож. И человек просто стоит на четвереньке и вот так вот так нож. Говорит, прыгайте. Никто не смог прыгнуть. Вот знаете, вот это психологическое, психологическое вот это какой-то барьер. И вот мы потом это, вот и мне запомнилось это вообще, ну я думаю, что я могу просто перешагнуть через этого человека. А вот нож и все, объяснил. Мы посмотрели, мы поработали с ножами, мы поняли, что это такое, и потом все это ушло. Но вот я не знаю, вот это я как бы вспоминаю прямо. И вот иногда даже в жизни бывают какие-то моменты, да, вот бах, что-то, нож. И потом бах, вроде, и все хорошо становится, когда ты понимаешь, что это такое, и как с этим работать. Ну вот этот момент я прям запомнил. А вот еще как раз да, вспомнил это. У нас были, мы отрабатывали падение. На матах, все это такое. И как раз Владимир Геннадьевич, ну что-то вы говорите, вы расслабились совсем. Давай-ка на пол. Ну вот, ну представь, ты будешь падать на асфальт. Я помню, первый раз я вот тоже был, знаете, вот какой-то вот такие психологические моменты, какие преодоления себя. Ну да, я отбил локоть. Но зато потом у меня все, я как это, знаете, как колобок катался. Все это, знаете, вот такие вот моменты. И каждую тренировку что-то давало, что-то такие запоминающиеся. Ну, каждая тренировка была что-то, знаете, и вот еще, знаете, вот важно, что, я думаю, что на каждой тренировке мы доходили до какого-то предела и чуть-чуть заходили за него. То есть, знаете, мы вот чуть-чуть совершаем, чуть-чуть больше, чуть больше. Еще одной особенностью Владимира Шарина была методика преподавания. Это чисто восточный подход. Зачастую непонятно европейцам, когда можно месяцами, а то и годами оттачивать всего один прием. Академично какой-то прием пока не освоит, он дадал следующий, понимаете, такой чисто, как, может быть, на Востоке. Ну это чисто восточный подход. Восточный подход, да. Да, вот понимаете, то есть, ну, например, сейчас, как это самое, есть программа, да, которую нужно освоить, да, там, допустим, ну, если спорт взять, вот. Поэтому, а у него вот так вот, он вот жестко стоял на этом, пока это не освоится, дальше нет. Ну, вот так вот. Может быть, это медленнее путь идет, но за то, что человек освоил, то он освоил уже, как говорится, освоил. Мой муж и учитель, он именно требовал качества от своих учеников, дисциплины и качества. Никто не мог перейти в следующую подгруппу или группу без сдачи экзамена. Либо человек оставался в этой же группе, пересдавал, либо, если он уже не желал заниматься или не смог постичь, то мог уйти. Но все, конечно, хотели сдать и все старались. На этом формируется сила воли характера человека, что он должен именно достичь каких-то результатов, а не так просто перейти в следующую группу. Однако и этого Владимиру Шарину показалось мало. У него была постоянная жажда саморазвития. Поэтому он пошел дальше, предприняв смелый поступок, решил разработать собственный стиль единоборства. Представьте, он занимался, значит, вот самбо, это хорошее, по спорю, причем много занимался. Потом карате занимался, а потом стали заниматься ушу. То есть, ну, занимались и ушу, и системой, еще рукопашным бойцем, ну, наши, русские, можно говорить, совмещали мы это делали. Вот, и поэтому, поэтому, вот, он, естественно, ну, как любой, это любой человек, который отдает этому сцену, он начинает синтезировать уже как-то то, что ему ближе туда-сюда, и начинает что-то, какие-то свои там уже добавляет вещи. У него целый, я знаю, он писал целый там трактат. По сути, став тверским Брюсом Ли, который, как известно, создал свой стиль боя, дзиткундо, Владимир Шарин тоже дисциплине, собственной разработке, дал восточное наименование. У него был очень большой опыт уже в единоборствах, и он, я думаю, что это был смысл в его жизни уже на тот момент. Набрав такое количество знаний от своих учителей, он разработал свою методику, которая состоит из трех томов. Возможно, в черновиках еще и более есть другие наброски, но она расписана на 18 лет вперед. 18-20. И, соответственно, он разработал свой стиль, который называется «Юг», что переводится с древнего языка санскрита «Гармония духа и тела». Друзья, а какие вам приемы заимствовавских единоборств? По системе борьбы он взял московскую школу самбо, который сам обучался у своего первого учителя. У Меденникова Сергея Владимировича он частично взял стиль сэне, но также внес в свою методику карате и стиль шатакан. На основании этих двух направлений был создан внешний стиль, по внешнему стилю работа была, по системе карате и по внутреннему. Все это преподавалось в Академии рукопашного боя «Рось», которая стала явлением в мире боевых искусств Верхней Волжи. У него осталось очень много учеников, не только у нас в городе Твери, в других городах, которые дошли до более высокого уровня. И многие сейчас ведут преподавательскую деятельность в этом направлении, но и не только в этом, просто в спортивном направлении. Ему это осуществить удалось. Может быть, не все, что он хотел, но я думаю, что он рад тому, что он вложил очень много своих усилий, своих знаний, своих учеников. И внес очень большой вклад в направление боевых искусств. Своё боевое искусство «Юг» Владимир Шарин постарался донести до коллег и потомков. Он написал несколько трактатов, работу над которыми начал ещё во время активного преподавания. Я несколько раз видел у него такие, знаете, вот большие тетради, где написано каждое упражнение. И сначала, когда вот первый раз, я помню, ну, он листал, что-то смотрел, и я, ну, так стою, и там написано всё, знаете, вот по-японски. И типа дача, дача, ёг, блин, я сначала не понял. А потом со временем, да, вот это вот стало, это понимаете, и как бы на такие вот моменты, да. И знаете, у него всё сложно. То есть первое, второе, третье. А ещё Елена Шарина, которая, как вы поняли, была и ученицей, и супругой Владимира Геннадьевича, вспоминает, насколько он был неординарной личностью. Круг его интересов не ограничивался кимоно ударами, заломами и бросками. У него были и гуманитарные увлечения. Он был также очень профессиональным музыкантом по клавишным инструментам. Это пианино, рояль и синтезатор. Работал он последнее время на синтезаторе, как профессиональный музыкант-аранжировщик. Им создано очень много, можно сказать, коллекции аранжированных песен различных авторов. Это его было второе детище. Он закончил Московский институт культуры, у него высшее образование в этом направлении. Это шло параллельно с спортивным направлением. А что он любил играть? Играть он любил в основном джаз, ну, больше, конечно, блюз, буги-вуги. Я помню, что, да, он вот эти направления очень любил. Таким был Владимир Шарин. Боец, наставник, музыкант и просто разносторонняя личность. Человек, который внес огромный вклад в развитие и популяризацию боевых искусств на Тверской земле. Именно он 1 октября 1986 года основал Академию рукопашного боя «Рось». В 36-й годовщине со дня ее открытия мы посвящаем этот выпуск программы «Спецкор». Субтитры создавал DimaTorzok